Как не допустить роста тарифов на коммунальные услуги? На этот вопрос готовы ответить сотрудники Центра мониторинга и контроля за ценообразованием. В Ульяновске работает группа федеральных экспертов. Их цель – проанализировать тарифы, установленные в регионе. И самое главное – дать экономическое обоснование существующих цен на коммуналку, чтобы определить, переплачивают потребители Ульяновской области или нет. Население не способно оплачивать растущие цены тарифа на данные услуги. При этом цены тарифа на данные услуги в течение последнего 10 лет растут большими ценами, чем инфляция. Соответственно, мы видим, как ситуация складывается внутри экономики России. Цель – это повышение эффективности экономики, в частности Ульяновской области. Своебразная проверка стала возможной благодаря подписанному месяц назад соглашению между областным правительством и Центром мониторинга и контроля над ценообразованием. Документ предполагает помощь ведомства в оптимизации расходов инфраструктурных монополий. Первое, что сделали приглашенные специалисты – провели правовой анализ установленных тарифов, чтобы установить, насколько эти тарифные решения соответствуют российскому законодательству. Второй этап – непосредственно экономическая обоснованность. Сейчас мы проводим анализ тех документов, которые были направлены организациями. Это МРСК, сетевая организация в электроэнергетике. Это организации в сфере теплоснабжения Т-плюс. Это организации в сфере водоснабжения водоканалов. Это организации, соответственно, «Газпрома», которые оказывают услуги по транспортировке газа и по газоснабжению. Для того, чтобы как раз определить ту, как бы сказать, планку абсолютного значения тех тарифов, которые установлены. Подводить итоги проверки пока рано. Однако типовые нарушения уже сфиксированы. Существенные проблемы область имеют в системе тарифов газораспределения и теплоснабжения. В сфере газоснабжения однозначно есть признаки нарушения, которые свидетельствуют о завышении тех или иных тарифов, которые установлены территорией Ульяновской области. В сфере теплоснабжения также есть факты, где тарифы установлены по расходной модели этих организаций с некоторым завышением. На проверку у комиссии не так много времени – всего два дня. Но этого вполне достаточно, чтобы просмотреть все документы и в дальнейшем подготовить подробный отчет. Окончательные итоги работы комиссии будут подведены летом. Дарья Сударева, Константин Никитин. Новости Ульянской правды.